Когда водитель протянул аукс, все мои волки делают аукс. Пора перестать смотреть тикток. Всем привет! Давно я не показывала вам то, чем закламляю свою квартиру. Уже очень-очень долгое время мы с вами не распаковывали посылки, особенно посылки с одеждой. Поэтому я заказала очень много классных вещей на этот сезон. Они все недорогие, они пришли ко мне с сайта Shein. Я очень люблю этих ребят, мы с ними дружим уже много лет. И как всегда, у меня есть для вас промокод в описании. Совсем скоро у них будет проходить распродажа, посвященная Черной Пятнице. Подробную информацию об этой распродаже я оставлю в описании. И также в описании будет промокод. Пользуйтесь, экономьте и вещи очень крутые. Вот такая вот у меня карабень. Надеюсь, что я там все красиво показала. Когда я увидела эту вещь на сайте, я подумала, что она мне нужна. Когда я думаю, что мне что-то нужно, скорее всего это не так, но я все равно это сюда покупаю и заказываю. Короче, это очень классный худак. Невероятно пушистый, объемный, с капюшоном, мягенький. Что мне очень понравилось в этой кофточке, это то, что изнутри она приятная на ощупь. Она не пушистая к телу. Когда я выбирала вещи на сайте, я почувствовала какую-то нехватку, какую-то платьишек на осень и на зиму. И поэтому выбрала вот такое простое платьишко, приятного такого коричневого цвета. Я не знаю, вот это оранжевый, коричневый. Небольшой дальтоник сейчас вошел в чат, очевидно. Оно легонькое, но ткань довольно плотная. Я уже очень хочу надеть его и батильончики, ой, потфорчики. И пойти куда-нибудь красиво посидеть, попить кофеечку с тортиком. Следующие вещи я заказала даже не себе, а Льву Алексеевичу. Потому что дома холодно и нужно немножко утепляться. Я заказала домашний костюм, серая футболка и очень приятного, кстати говоря, материала. Хорошо пахнет свежей тканью. И к футболочке вот такие штанцы в клеточку, объемные, чтобы просто ходить приятненько по дому. Они выглядят немножко большими. Но это S. Кстати, состав у этого костюмчика 95% хлопок. Мне кажется, что у всех есть какая-то маленькая мечта, которая сидит как бы у тебя под волосами в голове. И как бы немножечко так звенит, типа... Но почему-то вы эту мечту не исполняете. У меня эта мечта была на протяжении последних лет трех-четырех. Я очень хотела длинное черное пальто. У меня есть розовое пальто с пушистым низом и жемчугом. У меня есть белое пальто в пол. У меня есть серое пальто с капюшоном-гномиком. У меня есть черный большой пуховик. У меня есть пушистая белая шуба. У меня есть дубленка с мехом пушистая. У меня полно всего, но у меня нет черного пальто, которое я очень сильно хотела. И в этот раз я его себе заказала. Его, правда, нужно немножечко, чтобы оно повисело, расправилось, потому что оно помялось в дороге. У этого пальто очень красивый воротничок. Материал приятный. Оно, возможно, не подойдет на зиму, но на осень оно самое то. Хотя зимой, наверное, если надеть на свитерок, если еще шляпку прикупить. Хотя у меня есть замены шляпочки вон там в коробке над ней. Сейчас покажу. Я не знаю, почему мне это захотелось заказать, но я заказала две шапки. Они абсолютно одинаковые, но только разных цветов. У меня спина затекает, когда я долго сижу. Возраст это такая вещь, когда ты уже не можешь быть таким бойким и веселым, каким ты был. Пятнадцать. Вообще, на сайте эта шапочка была завернутыми краями, но если заворачивать края, то уши не закрыты. А я как бы уже не малозею. И мне нужно, чтобы все было прикрыто, поэтому я, скорее всего, буду носить ее. Ну да. Вот так я ее буду носить. Напишите в комментариях, какая шапка мне идет больше, бежевая или черная. Я, пожалуй, закончу видео в черной шапке. Осталась одна вещь. Расскажу историю. Долгие годы у меня была проблема с выбором и покупкой джинс, поскольку то, что было хорошо в зоне пятой точки, то было велико в талии. Что было хорошо в талии, то как бы не налезала на пятую точку. И Шейн это тот сайт, где любая модель джинс размера S сидит на мне идеально. Я не знаю, что это такое, но это какая-то магия, серьезно. В этот раз я заказала себе вот такие темно-серые рельефные джинсики. Мне кажется, что это базовая модель, которая должна быть у всех. У меня ее не было. Я решила это исправить. Я обожаю джинсы с их сайтом. Ну что, надеюсь, что вам это видео понравилось. Напишите в комментариях, какая вещь вам понравилась больше всего. Не бойтесь экспериментировать со своим гардеробом. У меня был жуткий комплекс в школьные годы, который касался того, что у меня нет достаточно красивой одежды. Я не могу надевать то, что мне хочется. И сейчас, когда мне 20 лет, боже мой, 20 лет мне, я вообще не боюсь экспериментировать. Я могу надеть что-то экстравагантное, что-то очень странное. Пару лет назад, чтобы я не осмелилась вообще даже посмотреть на эту вещь, сейчас меня уже ничто не сдерживает. И вам того советую, потому что только так вы можете познать, каковы вы есть. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok